Привет всем! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом тирамису. Вы уже наверное знаете, что это один из самых популярных итальянских десертов. И вообще я не знаю ни одного человека, который бы от него смог отказаться. Кстати, мой рецепт немного отличается от классического рецепта тирамису, потому что сырые яйца я заменила жирными сливками. И считаю, что это правильно и актуально, особенно в жаркую кору, когда мы не знаем где и как хранились эти яйца. А еще это очень вкусно. Ну что, приступим? Итак, начинаем готовить тирамису. Нам понадобится 400 миллилитров жирных сливок. Жирность должна быть не меньше, чем 33 процента. Тогда они хорошо взобьются. Также сливки должны быть обязательно хорошо охлажденными. Для приготовления тирамису нам понадобится примерно 500 миллилитров кофе. Можно использовать растворимый или натуральный кофе, как вам больше нравится. Также к нему можно добавить какой-нибудь алкоголь на свой вкус. Я сегодня буду использовать коньяк, примерно 2 столовые ложки. Следующий шаг. Берем охлажденные сливки жирностью не меньше, чем 33 процента. Добавляем к ним 1 стакан сахарной пудры. Взбиваем миксером. Сливки готовы. Я взбивала их где-то 2-3 минуты. Теперь начинаем постепенно вводить в сливки сыр маскарпоне. Всего нам понадобится 500 грамм сыра. Добавляем по 1 столовой ложке и взбиваем на низкой скорости миксером. Буквально пару секунд. Я соединила сливки и маскарпоне и у меня получилась вот такая вот масса. Также нам понадобится пачка бисквитного печенья Савоярди и около 50-70 грамм какао. Выкладываем печенье. Сначала его нужно окунуть в кофе, но буквально на одну секунду. Оно не должно промокнуть очень сильно и не опускаем его полностью в кофе, а только до половины. Теперь на печенье выкладываем половину маскарпоне. Мы приготовили первый слой тирамису. Теперь нужно его посыпать какао, причем очень обильно. Готово! А теперь переходим на второй уровень. Если у вас форма не совсем ровная, а как у меня немножко за округленными краями, вы можете проложить места пустые, отламывая кусочки печенья и выкладывая их, чтобы заполнить все пустые места. А теперь выкладываем оставшиеся маскарпоне. Завершающий аккорд посыпаем какао. Тирамису готов, но это еще не все. Для того, чтобы тирамису полностью пропитался, ему нужно постоять в холодильнике хотя бы 2 часа. Но из своего опыта скажу, что наиболее вкусным он получается, когда постоит хотя бы сутки. Поэтому я отправляюсь в тирамису в холодильник на сутки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова